Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное, за неделю расскажут корреспонденты и я, Виктория Шаре. Коротко о некоторых темах выпуска. В Самарской области в наступившем году фиксируют снижение количества заболевших коронавирусом. Какие меры намерены предпринять власти, чтобы ситуация стабилизировалась? Крещенские купания в Самаре состоятся с соблюдением всех санитарных мер. Официальная купель будет одна на полевом спуске. Увеличением род и прожиточного минимума индексация пенсии мат-капитала. Какие еще изменения ждут россиян с этого года? В Самарской области в наступившем году фиксируют снижение количества заболевших коронавирусом и пневмонией. Развитие ситуации в период новогодних праздников обсудили участники оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Какие меры намерены предпринять власти, чтобы ситуация стабилизировалась, расскажут наши корреспонденты. Открывая заседание, глава региона поблагодарил медработников и сотрудников Роспотребнадзора за неустанную заботу о здоровье людей. Низкие показатели заболеваемости – это, прежде всего, их заслуга. По словам министра здравоохранения, суточный прирост заболеваемости коронавирусом снижается. По сравнению с последней неделей 2020 года она уменьшилась на 5%. Отмечаем снижение количества обращений в эти дни по сравнению с предыдущими, конечно же. Тем не менее, учитывая работу всех бригад и реагирование, обеспечивалось в течение 6 часов осматривались все амбулаторные пациенты и в течение 60 минут был доезд скорой медицинской помощи до пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В стационарах сейчас находится 4700 пациентов с COVID-19 и подозрением на него. Амбулаторно лечится 17 тысяч человек. Все они обеспечены бесплатными лекарствами. 203 человека проходят реабилитацию на базе санаториев. В резерве для пациентов с коронавирусом сейчас 2200 мест. Отдельные больницы могут вернуться в штатный режим работы. Продолжается вакцинация от коронавируса. С октября 2020 года в область поступило более 6000 доз вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК. 700 доз эпивак-корона. В понедельник поступила очередная партия 4,5 тысячи доз. Коллеги, понятно, что мы в первую очередь рассчитываем на понижение заболеваемости при условии вакцинации населения. И люди все больше и больше вопросов задают, когда начнется вакцинация вот такая масштабная. Массовая она уже началась, вот когда масштабная. Пока количество вакцин у нас, дай бог, обеспечить и защитить медиков. Обращаю внимание, что вот за прошедшую неделю, Светлана Валерьевна эти данные приводила, у нас все-таки по медикам рост заболеваемости. Небольшой, но рост. Один из важных вопросов, рассмотренных на заседании штаба, организация очного обучения. С понедельника оно началось во всех 707 школах региона. Дмитрий Азаров отметил, что от родителей поступает много вопросов относительно справок, которые теперь необходимо предоставить в школу, даже если пропущен один день. Если это случилось по семейным обстоятельствам, то визит к врачу за справками – это дополнительные риски. Глава региона поручил областному Минздраву выработать четкие рекомендации для родителей в вопросе получения таких справок, в том числе предусмотреть возможность дистанционного взаимодействия с поликлиникой. Олег Зверев, Виктория Шара, события. Крещенские купания в Самаре состоятся с соблюдением всех санитарных мер. Об этом стало известно на заседании городского штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Официальная купель будет одна на полевом спуске. Сейчас там образовалась безопасная толщина льда – 35 сантиметров. Территорию оснастят палатками с отоплением и скамейками. Желающим согреться будут раздавать чай. На месте проведения купания организуют дежурство сотрудников правоохранительных органов, медицинских работников и бригад спасателей. При пяти храмах города также оборудуют купели. Обязательные условия – соблюдение дистанции и масочного режима. Особое внимание уделят несанкционированным местам купаний. Чтобы у нас не было несанкционированного купания, предусмотреть, потому что начнут сейчас пилить лед под каждым спуском, где несанкционировано есть, чтобы у нас не получилось. Я бы попросил обратить на это строжайшее внимание. Поэтому надо эти все места точно смотреть и не допустить вот этого несанкционированного купания. Самарские школьники с понедельника вернулись за парты. Образовательные учреждения перешли на очный режим работы с начала января. Такое решение одобрили в Роспотребнадзоре и Минздраве региона. Оно связано со снижением в Самарской области заболеваемости, ОРВИ и пневмонии. Какие нормы при организации учебного процесса теперь соблюдаются в школах, узнала Лариса Шалафаст. Утро в третьей самарской школе начинается с измерения температуры. Здесь работают два входа. За каждым классом закреплено отдельное помещение, и каждый приходит к определенному времени по графику. Дети занимаются по графику. Начальная школа, начало занятий с 8 часов. Основная школа с 5 по 9 класс детки приходит к половине 9. У них звенят отдельные звонки, у них отдельные санузлы, и поэтому в столовую они идут в то время, когда в старшей школе у ребят урок. У нас цель одна – минимизировать контакты между группами учащихся. С начала января к очному режиму в самарских школах вернулись ученики с 6 по 11 классы. До этого всю четверть они обучались дистанционно. Но уроки приходили только ученики с 1 по 5 классы. Решение возобновить очный учебный процесс для всех ребят одобрено Роспотребнадзором и Минздравом региона. Сейчас в области зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ и пневмонии. Отмечена положительная динамика и в ситуации с COVID-19. По-прежнему для всех образовательных учреждений обязательно соблюдение санитарных требований. Классы регулярно моют, проветривают и дезинфицируют. Массовые мероприятия в школах под запретом. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. В этом месяце в силу вступает ряд важных законодательных нововведений. Например, с января россиян ожидают увеличение МРОД и прожиточного минимума, индексация пенсии и маткапитала, увеличение ставки НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год. Как изменятся трудовые отношения и что нового готовят для автомобилистов в следующем сюжете. С нового года вступают в силу законы, касающиеся взаимоотношений сотрудников и работодателей. Например, компании полностью переходят на введение электронных трудовых книжек. При этом те, у кого они есть в бумажном варианте, могут их сохранить, но электронная тоже будет. Существенные изменения коснутся удаленной работы. Как рассказывают эксперты в Трудовом кодексе, и раньше была глава, которая регулировала отношения работодателя и дистанционных сотрудников, но она не пользовалась популярностью. Пандемия и самоизоляция потребовали серьезных законодательных изменений этой сферы. Внесли обязанность работодателя обеспечивать техническими средствами работника, потому что до этого тоже не понимали, должен ли я работать с собственным компьютером, или мне работодатель должен ее предоставлять. Сейчас должен сделать работодатель. Лишний раз закрепили права работника на отпуск, на соблюдение иных трудовых прав. Но и важный момент, что искорректировали увольнение работника. Сейчас мы знаем, например, что можно уволить за прогул, если работник не появляется на рабочем месте, 4 и более часов отсутствует. А с дистанционной работой это не подходит. И установили новую норму, что если работник не выходит на связь с работодателем более двух суток, то это основание для увольнения. В этом году автомобилистам прекратят выдавать знак «Инвалид». Сведения о таких автомобилях будут вносить в федеральный реестр. А для получения бесплатной парковки людям с ограниченными возможностями здоровья или их представителям необходимо будет подать заявление в пенсионный фонд о внесении машины в этот реестр. Это можно сделать через портал Госуслуг или в МФЦ. Еще одно нововведение для водителей с 2021 года изменится состав аптечки. Прозрачнее станет работа такси, говорят эксперты. Например, сами таксисты должны будут сразу сообщать пассажирам о стоимости поездки, а пассажир может сам определить, по какому маршруту ехать к месту назначения. Агрегаторы с этого января обязаны хранить на сервере данные о заказах не менее шести месяцев. Это необходимая вещь, первая, для защиты прав потребителей, и вторая, на фоне возможных терактов. Потому что хранение истории заказов, оно позволяет в каком-то смысле также отслеживать перемещение преступников. Изменения затрагивают и сферу общепита. Кафе и ресторанам теперь запрещается автоматически включать чаевые в счет. Нужно заручиться согласием клиента. Неприятно, когда в меню цена X, кушаешь, потом на выходе получаешь счет, а в счете еще за обслуживание включены деньги. И много споров могло быть по этому поводу. Не все хотят тратить нервы, и, соответственно, не все были готовы спорить и просить выключить эту сумму, могли молча заплатить. Конечно, есть те, кто с этим не был согласен. Закон теперь прямо эти вещи запрещает, ставя точку в этом жирном вопросе. Также с января вступили в силу новые противопожарные правила. Изменилась система выплат по больничным. Все многоквартирные дома, которые построят или сдадут в эксплуатацию после 1 января этого года, будут оснащены умными приборами учета электрической энергии. Также с нового года в стране возобновилась практика начисления пений и штрафов за несвоевременную и неполную оплату коммунальных услуг и взносов за капремонт. В Самаре продолжается профилактическая вакцинация от вирусных инфекций, в том числе от COVID-19. Первыми пройти ее предложили медикам, соцработникам и учителям. Только за новогодние праздники привили свыше 4000 человек. Кто следующий, расскажет Мария Левина. Валентина Штрак уже 20 лет работает с детьми. Преподает в начальной школе. В классе больше 30 человек. За здоровьем следит, говорит, права на ошибку у нее нет. Я и от гриппа делаю прививку, я и от COVID-19 прививку. Это со мной считаю, что это невежество даже, не делать прививку. Я верю, ни от какой прививки у меня никакого осложнения никогда не было. Поэтому перенесла все первую прививочку хорошо, отлично, и вторую, думаю, то же самое. Чувствую себя хорошо. Первую прививку Валентина Штрак сделала три недели назад. Настало время для повторной. Вакцинация проходит в два этапа – добровольно и бесплатно. Первыми в лабораторию приходят люди из зоны риска – медики, соцработники и учителя. За начало 2021 года уже привили почти 4000 человек. В регион доставили 11 тысяч доз вакцины, включая 700 доз эпиваккарона. На днях запасы пополнились еще на 4500 доз инъекций. Следующий шаг – прививки для пожилых людей. У всех понимание четкое, что это создается коллективный иммунитет, идет все в штатном режиме. После вакцинации медики советуют на время воздержаться от алкоголя и курения. Предпочесть здоровый образ жизни, сократить контакты с зараженными людьми и поменьше выходить на морозы. В первую неделю после прививки иммунитет еще не окреп. Мэри Елчон, Мария Левина, События. 13 января Самарская область отметила 170-летие со дня образования. В честь знаменательной даты в столице региона и по всей области прошли праздничные мероприятия. А в музее Алабина открылась выставка о Самарском крае, на которой побывал и губернатор Дмитрий Азаров. Тему продолжит Гульфия Сафина. Главная мелодия сегодняшнего дня – гимн Самарской губернии. Ровно 170 лет назад император Николай I подписал указ «Высочайше повелеваю» образовать губернию. Именно эти судьбоносные четыре слова легли в названии выставки, которая открылась сегодня в музее Алабина. Старт выставки и всему юбилейному году дал губернатор Дмитрий Азаров. У нас богатая история, и эта выставка яркое тому свидетельство. И, конечно, не случайно Самарская область и наша столица, город Самары, в трудные времена для Родины дважды становилась столицей нашей страны. Нам есть чем гордиться. И я очень надеюсь, что и вы, так же, как и я, свяжете свою жизнь с нашей родной Самарской землей навсегда. Здесь представлены воспоминания Егора Николича, который был очевидцем событий, которые происходили в 1 января 1851 года. Как зарождался край – единственный портрет первого самарского губернатора и первые достижения региона. Все это представлено на выставке. В архивных документах, собранных научными сотрудниками музея, весь путь губернии – от центра ремесленничества к статусу космической столицы страны. За последние три года регион укрепился как лидер во многих сферах. Ведь побеждать – это по-самарски. С юбилеем Самарскую область поздравляют не только регионы России, но и города-партнеры со всего мира. И то, что сегодня мы с вами, несмотря на те сложные события, которые происходят на территории Российской Федерации, да и всех стран нашей планеты, наши жители смогли проявить себя как очень креативные, как очень милосердные и как люди, которые творят историю сегодняшнего дня. А это значит, что наша выставка «170 лет Самарской губернии» в 2021 году, она на этом не остановится, потому что мы творим историю сегодня. Весь год 63-го региона будет по-настоящему юбилейным. На все 12 месяцев запланированы масштабные мероприятия, приуроченные к 170-летию губернии. А пока посетить юбилейную выставку можно будет до 13 февраля. Во все дни вход бесплатный. Гульфия Сафина. События. И еще один праздник отметили в канун Старого Нового года – День печати. 300 лет назад Петр I выпустил первую в отечественной истории газету «Ведомости». Первое печатное издание в Самаре тоже появилось в январе, но в 1852 году. А немногим позже в свет вышел номер одного из старейших изданий страны – «Самарская газета». Как со временем менялось печатное искусство и как сегодня чувствуют себя газеты в информационном пространстве, разбиралась Мария Левина. На кадрах старейшее печатное издание страны – выпуск революционной Самарской газеты. Номер вышел в свет в 1883 году, спустя 30 лет после первой напечатанной газеты в Самаре и 180 лет после первых общероссийских Петровских ведомостей. Издание получило общественное признание. Журналисты писали о главных городских новостях – ценах на продовольствие. Здесь печатались авторы, например, Александр Куприн. В 1895 году редактором стал Максим Горький. В газете писал фильеттоны под псевдонимом Иегудиил Хламида. Издание становилось еще популярнее. В годы Первой русской революции все изменилось. В 1906 решением суда редакцию распустили. В последующие годы во всех газетах страны печатались лишь протоколы и отчеты партии. Лишь к 60-м издания вернулись к научно-популярным статьям. Если в редакциях слово зарождалось, то именно здесь оно выходило в свет. Самарский дом печати построили в 1964-м. Тогда это была одна из крупнейших типографий в Поволжье. Здесь печатались не только региональные, но и федеральные издания. Тогда это здание было местом притяжения горожан. Здесь располагались клубы по интересам и часто проходили концерты. Здесь печаталась и популярная советская волжская «Заря» в народе «Зорька». Александр Лаврик в печатных медиа уже больше полувека вспоминает «Зорьку» как начало творческого пути. В 70-е газета становилась народной, рассказывает Александр Владимирович. Люди не только читали о событиях, а становились их частью, главными героями. В «Зорьке» писали о слесарях, учителях, продавцах. Стыдили нерадивых коммунальщиков. Горожане видели в таком печатном СМИ защиту. О жизни города, транспорта городского, каких-то коммунальных служб и прочее газеты тогда не писали. Не писали. Была партийная тематика, была там сельскохозяйственная тематика, была международная тематика. Но вот чтобы писали, как изменится маршрут, например, 24-й автобуса, и почему он изменится, какие новые будут, такого не было. Поэтому один из главных тезисов был, что мы должны как можно шире освещать жизнь города. В 90-е в городе возродилась Самарская газета. Муниципальные издания восстановили решением Горсовета. В конкурсе на должность главреда участвовали 13 журналистов со всей страны. Победил Сергей Рязанов. Радость от победы почти сразу сменилась недоумением. Нет ни помещения, ни мебели, ни сотрудников. Есть дефицит в стране и задача – выдать номер. Это люди, которые работали, если не с 91-го, то уже с 92-го года точно. Писали о том, что ждали люди. В 93-м году собственниками газеты стали сами журналисты. Статьи стали еще свободнее. За них приходилось отвечать и порой не только словом. Мне потом много чего рассказали про то, что со мной сделают, и с газетой сделают. Но мы позволяли себе это. В асфальт закатать обещали. Всю родню мою порезать на шашлык обещали. Мы старались быть честными. Мы боролись за свою независимость. У людей не всегда хватало на чай и макароны. А самарскую газету выписывали. Став самостоятельным изданием, газета лишилась муниципальной финансовой поддержки. Выживали за счет рекламы и пиар-компаний. Мы первыми использовали в этом городе практику, как это в Америке называется, paperboy. Газетный мальчик. У нас были не только мальчики, но и девочки. Мы пошили фартушки такие, передники, с логотипом SG, самарская газета. Бейсболочки тоже с логотипом. Ребята приходили в самарскую газету, получали по пачке газет, предоплату вносили. И бегали по вокзалам, по базарам, по торговым центрам. Продавали. Это была не просто реализация. Это была акция рекламы. В начале 21 века печатные СМИ оставались верным источником информации, который всегда был под рукой. С середины нулевых в регионах начали исчезать газетные киоски. Содержать их стало невыгодно. На смену печатным изданиям пришел интернет и электронные СМИ. Тираж всех газет Самарской области за 20-й год составил 3 миллиона экземпляров. По такой статистике получается, что выписывают издания себе всего несколько десятков тысяч человек. Но полностью отказываться от печатной продукции самарцы не спешат. Нет. А как информацию, откуда вы узнаете? Ну, телевизор, интернет. А я, потому что в годах я интернетом не пользуюсь. Я поэтому читаю газеты. Какое-то информационное поле должно быть, кроме интернета. Сейчас аудитория, она читательская, она есть везде. И каждый выбирает удобный для них формат. И поэтому у газеты сейчас есть читатель, есть аудитория, есть подписчики. Плюс ко всему мы еще работаем для льготной подписки. Это, например, те же самые ветераны. Они получают газеты бесплатно. И эта аудитория, ее никто не охватывает. Возможно, только газеты, телевидение. Современная газета – это мультиплатформа. Здесь создают контент и интегрируют его в социальные сети, но уже в иной форме. Секрет успеха векового издания – чувствовать читателя. Но точно известно, что в ближайшие 10 лет у горожан еще будет возможность держать в руках напечатанный источник информации. Мария Левина, Николай Епифанов, Григорий Плешаков. События. В России завершаются святки. Они продлятся до 17 января. Это пограничное время, когда мистика и реальность соприкасаются. В Самарском областном художественном музее для чуда никаких временных рамок нет. Загадочные события там происходят постоянно. В чем секрет картины Тропинина? Почему предложение руки и сердца нужно делать рядом с полотном Маковского? И какие события происходят под бой музейных часов? Расскажем в следующем сюжете. Даже часы, которые стоят, дважды в день показывают правильное время. Именно с этих часов, что встречают посетителей Самарского художественного музея, начинаются его тайные загадки. В здании постройки 1915 года до революции располагался Волжско-Камский банк. И часы стояли в кабинете управляющего. И они себя ведут на самом деле, как хотят. Мы их много раз настраивали, но они выбиваются из того времени, в которое мы их пытаемся поместить, и начинают бить именно тогда, когда им это сблагорассудится. А мы стараемся идти в ногу с этим временем. Вы знаете, когда я пришла работать в музее, я очень волновалась. И такой трепет меня охватывал каждый раз, когда я переступала порог нашего дома, нашего музея. И первые мои печати на документах всегда сопровождал бой часов. И для меня это какой-то определенный символ и знак. Еще одна тайна художественного музея – вот этот портрет-загадка. Во время эвакуации его привезла в военный Куйбышев балетмейстер и хореограф Наталья Данилова. Он висел на кухне в коммунальной квартире, где жила артистка, был покрыт копотью и разглядеть изображение, а также установить авторство было невозможно. Спустя много лет картину увидела директор художественного музея Аннетта Яковлевна Бас. Она влюбилась в портрет неизвестного и отправила его в Москву на реставрацию. Вот когда сняли первый слой копоти, за спинкой кресла, на котором сидит Тропинин, ярко осветили, там оказалась подпись «Тропинин» и дата – 1939 год. Стали искать. Оказалось, что этот портрет исчез. Он был опубликован до революции. Когда установили имя изображенного, просто ахнули. Потому что судьба Спиранского была невероятная. Сын сельского священника обладал феноменальной памятью. Ему прочили религиозную карьеру, но он выбрал государственную службу. Спиранский стал одним из советников Александра I. И именно он придумал ту систему власти, при которой мы живем сейчас. На что Карамзин сказал царю «Государь, а вы-то где?». После чего Александр не взлюбил Спиранского и сослал в Сибирь губернатором. Но тот и там поднял экономику. Кроме того, именно Спиранскому царь поручил реализацию отмены крепостного права. Это работа – дипломный проект Ивана Айвазовского. С ней также связана примета. Если выпускник вуза постоит рядом с ней, непременно защитит диплом на отлично. Но самая верная примета связана с картиной Владимира Маковского перед объяснением, на которой изображены влюбленные. Сотрудники музея верят, если сделать предложение руки и сердца рядом с этой картиной, брак будет крепким. Есть продолжение этой работы. Эти же персонажи, но в роскошных интерьерах, находятся в Третьяковской галерее. Эта работа носит название «Объяснение». Есть реальное подтверждение этой истории. У семейной пары прекрасные детки, трое детей. И я думаю, что это совершенно замечательно, потому что музей своего рода – это портал между прошлым и будущим. Если мы здесь загадываем желание, оно непременно сбудется. Впереди 14 февраля – День всех влюбленных. И у самарцев есть отличная возможность проверить, работает ли примета. Виктория Шарая, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самара ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...